мы находимся на house constructions 2018 сегодня второй день и тут у нас новая интересная железка которой раньше не было и сейчас нам они расскажут пожалуйста представься и скажи что это такое меня зовут тимофей макиенко я уже очень много лет работаю на нашем прекрасном петербургском телевидении на разных каналах занимаясь компьютерной графикой вот здесь на выставке сегодня у нас представлена такая ретро студия вот такой вот ретро микшер который назначался классический видеомикшер для смешивания для соединения двух видеопотоков как как у нас здесь все все выглядит у нас есть камера которая снимает в данном случае сейчас извини я сразу уточнил она подключен к миге или он сам по себе сейчас сейчас я объясню камера она идет вот в такую вот волшебную коробочку коробочка это называется генлок с нее же идет сигнал с амиги на амиги запущена программа скала это очень известная когда-то телевизионная титровалка на ней можно было делать всякие разные титры простенькие эффекты вот и вот этот генлок он смешивает вместе сигнал с видео и сами и вычитает тот канал который амига ему задает как прозрачность ну отсюда получаем вот такую вот картинку если я сейчас запущу саму программу вот у нас здесь пошли титры а на экране титры накладываются у нас на видео картинку вот здесь мир амига спектрум амстер отари вот с генлока с видео сигнал идет в микшер с микшера он собственно уже идет на телевизор и мы можем на микшере добавить какие-то эффекты во первых мы сможем смешать вместе два сигнала вот у нас здесь стоит сейчас нас канал а канал b допустим на канале а у нас первый источник на канале b 2 мы двигаем вот эту ручку бум у нас появился внутри фильм право house construction 1001 мы можем 99 99 прошу прощения мы можем наложить на него допустим какой-нибудь эффект на канале а омега можем наложить мозаичку ой пардон только не сюда сюда можем наложить эффект paint краски все это как бы пульт аналоговый но все эффекты на нем цифровые сделать стоп-кадр и так вывести вывести это сюда и тут у нас крутится видео которое дам случае генерирует омега вот пульт этот использовался очень много старых видеомонтаж как использовался на небольших кабельных каналах где не нужно было коммутировать большое количество камер ну конкретно этот пульт он раньше с верой и правдой служил в одном театре и много использовался на всяких музыкальных мероприятиях то есть если выходили мы ходили все на концерты всяких наших разных отечественных рок-групп где на экране крутились всякие красивые видео то скорее всего они может быть крутились даже именно с этой машинке наверно дорогой был тогда тогда да так каком году это я могу ошибаться но это примерно конец девяностых начала двухтысячных стоило телевизионное оборудование тогда очень прилично тоже точную сумму и сейчас не назову но сейчас как бы эти микшеры они уже давно не используются поскольку все телевидение у нас уже давно перешло на цифру перешло на формат high definition то есть даже исходный даже если нас исходный материал то есть конечный материал идет через антенну в обычном разрешении то есть и материал уже давно монтируется формате hd и поэтому эти пульты уже давно отправлены на задворки истории вот видно по его состоянию что пользовались им уже достаточно прилично но при этом он как бы доказал свою надежность потому что машина до сих пор прекрасно работает он очень среднего уровня высокого низкого как профессиональный скажем так он профессиональный но он выполнял малые задачи то есть опять же там те задачи где не нужно было большое количество видеоисточников и ну да его по большей части тоже использовали из-за его эффектов как монтажный пульт да а ты разбирал там он вообще аналоговый цифровой по своей сути по своей сути он цифровой но разобрать него так и не удалось мне он сзади есть петли такие то есть вот так вот открывался но я из него вывентил все винты уже помогать и только можно это зараза открываться не хотела временно прошло что время это дело бросить потом когда-нибудь разберу мы на это надеемся спасибо большое пожалуйста